Алина, поздравляю за трой победы! Сегодня совсем другого плана, партия, такой строгий позиционный зажим. Как удалось так переиграть? Мне показалось, что я чуть-чуть сфальшивила в дебюте, я планировала эту достаточно агрессивную расстановку в каракане с ходом F3. Линия достаточно модная, и как бы уже из года в год многие сильнейшие шахматисты ее практикуют. Я решила тоже ее пощупать, у меня до этого в арсенале она не светилась. Мы сделали какой-то определенный порядок ходов, и я запомнила, что если, ну я помню слова тренера, увидишь рокировку, ну там Е5, там заткнешь, короче мат поставишь. Я как бы делаю этот ход, получаю взаимное вот F5, да, и получается, что у нас центр максимально закрыт, и что-то мне не хочется брать на проходе эту пешку, потому что я еще развитие не закончила. И получается, что мы, ну понятно, что каракан и французская защита, они очень тесно переплетаются, и в принципе структура получилась абсолютно такая закрытая. И в перспективе я остаюсь со слонами, а слоны в закрытой позиции. Это не очень хорошая история. Но я посчитала, что все же при короткой рокировке у меня есть шансы вскрыть где-то позицию на королевском фланге, и может быть все же добраться до короля. Собственно, и произошло, да, размен слона на моего коня, как-то мы все закрыли на ферзевом фланге. То есть, грубо говоря, вся партия у нас протекала на там трех вертикалях. Ну на двух даже. Да, ну то есть F еще там где-то в перспективе могла вскрыться. И мне казалось, что я выпустила вообще весь перевес. Я подозреваю, что так оно и есть. Конечно, я не стояла, наверное, нигде хуже. Вряд ли меня могли переиграть. Но когда все действительно закрылось, мне казалось, что Марина, вот если бы послушала мое вчерашнее интервью, да, то она бы вспомнила, что можно королем бежать с фланга на фланг. Я на самом деле думала, что король убежит где-то через поле F7 туда-назад. Да, может быть, какая-то вертикаль вскроется, но добраться было бы очень сложно. И еще, может быть, черный там где-то G5 проведут. То есть мне казалось, что шансы на благоприятный исход у черных есть, если они спасут короля. И вот на мой взгляд, ключевой момент был, когда Марина пошла королем на H7. То есть она пыталась куда-то сбежать, потому что уже по линии G все мои фигуры там пристроились потихоньку. И я думала, что ей надо бежать королем на F7 и вот пытаться сбежать в ту сторону. А после короля H7, ну, я опять, так можно сказать, немножко выдохнула, потому что мне казалось, что сильных перспектив и серьезных после того, как король бы туда убежал, если бы он, конечно, добежал, то я бы, наверное, просто, может быть, G5 бы заткнула и ничего предложила таким образом. То, что игры вообще не было никакой. Поговорим все-таки о коне H8. Надо было бы туда ставить черного? Мне казалось, что это грамотная идея. То есть я хочу провести G4 и атаковать. Черные должны защищать G6. Только если они не готовы где-то на мое взятие на F5 брать ЕF. И вот там где-то у меня еще была мысль, если вдруг все же там G6 не будет сыграно, мне получится провести G4. После взятия GF, ЕF, может быть, ну, вот есть такой вот прием, там, не знаю, освобождение поля, освобождение пространства. Я думаю, просто Е6 свою пешку скинуть, да, и потом как-то какую-нибудь фигуру на Е5 привести. Но это все было очень призрачно. То есть я в это, ну, издалека, во-первых, и поверить не могла. Но в целом мне казалось, что конь H8 и G6 это отличная стойка, потому что у меня, ну, идет атаковать в ферсе две ладьи. Слон пока не очень активный, потому что все пешки режут. Конь стоит на H3, а конь H8 и пешка G6 все вырубают. Но вот, наверное, критическая ошибка уже была, когда у меня забрали пешку на G4 и слон на D1 такой, yes! Мы сегодня поработаем. То есть после H5, когда он сыграл H5, и белый пожертвовал пешку на H5, уже там, наверное, черного спасения. Я думаю, что там, ну, совсем надо, скорее всего, уже сдаваться. Возможно, кстати, я еще считала такие варианты, что когда я перевела слона на D1 и на C2, мне мерещилось, что черные могут просто встать ладья F5, то есть пожертвовать качество. Я бы его забрала, а потом, если успеют они фигуру какую-то на E6 поставить такую, ну, блокировку, да, и все. Но вот, видимо, все же еще, наверное, мне кажется, сложилось неудачно у черных, потому что время поджимало. То есть цейкнот дал тоже о себе знать. Поздравляю! Спасибо! Уроки шахмата Талина Бивол.